Всем привет! Вы снова на канале OEMZAP. Сейчас мы находимся в нашем тех-центре на теплом стане. Сегодня у нас воскресный день, за окном снежок, зима. Достаточно холодно, а у нас тут в римзоне градус намного выше. Хоть и в воскресенье, но работы хватает. Можем пройтись и посмотреть, что же к нам сегодня заехало. Ну, здесь у нас Kia Sorento, XM. Пытаемся побороть то, что человек уже делал неоднократно спортразвал, а машина постоянно ведет вправо. Вот сейчас как раз механик наш Сергей с этим разбирается. Ну, в принципе, штатная работа. Hyundai i40. Здесь у нас, в принципе, тоже ничего интересного. Замена прокладки клапана и крышки. Тошки. Вот Kia Sportage обратился к нам с проблемой некорректной работы коробки автомат. Уже был в разных сервисах. Что-то ему делали, какие-то работы с разбором коробки, с промывкой гидротрансформатора. Но, к сожалению, коробка как работала некорректно, так и продолжает некорректно работать. Плюс клиент жалуется на какие-то посторонние звуки от коробки при работе. Вот сейчас Алексей будет разбираться. Здесь у нас стандартные ТОшки. В принципе, тоже все штатно. Здесь Kia Optimus с интересным случаем. Судя по первичной диагностике, уже определили, что здесь залип клапан на масляном насосе редукционный. Давление масла зашкаливает, особенно на холодном двигателе на пуске. До такой степени, что развальцовало и выдавило масляный фильтр. Hyundai Grand Starks 2008 года. Вот Максим как раз уже продал, механик, разбирает. Макс, покажешь нам, что тут получилось. Клиент изначально обратился с проблемой, что машина заглохла в движении. И после этого он ее не смог завести. Когда начали разбираться, поняли, что коленвал имеет свободный уход только полуоборота и потом во что-то упирается. Поэтапно, начав его разбирать, увидели, что на четвертом цилиндре оборвало клапана. Вот здесь у нас головка как раз от этого автомобиля. Вот с этой стороны выглядит это все вот приблизительно вот так. Головку разбило просто в хлам. Клиенту сказали, плачевный диагноз, что головку под замену. Двигатель надо снимать, разбирать. Ну вот ждем клиента, чтобы он подъехал и будем уже на месте решать, что дальше делать. Кстати, не единственный такой автомобиль. Можем пойти, покажу еще. Вот тоже у нас Grand Star X только более свежего года. Он там, если я правильно помню, где-то 12-го, может быть, или даже 13-го. Сейчас не вспомню. Тоже уже стоит без движка. Собственно, практически брат-близнец. Клиент пообратился с такой же проблемой. Здесь уже даже вот его, кстати, блок нам вернули после гильзовки. Ну, блок, собственно, и загильзовали. А проблема была практически та же самая. Вот его старая головка. Здесь единственное, что клапана изначально не оборвало. Они рассухарились. То есть, один клапан рассухарился, когда мы уже начали разбирать, поняли, даже посмотрели, сухарик тут, не знаю, даже где-то он лежит. Вот он, наверное, да, вот. Посмотреть, он практически вот эти бороздки, которые должны фиксировать клапан в верхней тарелке, они практически слизаны. То есть, соответственно, сухари хоть и были на месте, но просто тупо не удержали клапан. И вот к таким плачевным последствиям это все привело. В завершении нашего обзора. Вот сейчас дошли до нашего уголка электрика. Здесь сейчас Денис у нас устанавливает на Mitsubishi Pajero камеры заднего вида, установку магнитолы. Ну, в принципе, все как бы штатно. Но есть тоже один маленький нюанс. Человек ее купил там из вторых-третьих рук. И вот мы сегодня ему открыли глаза на состояние его автомобиля. Потому что когда начали вскрывать обшивки, обнаружили, что везде просто горы песка, пыли и грязи. Можно сейчас... Давай пройдем, покажу. Ну вот, это с учетом того, что уже большую часть мы выдули. Вот, смотрите. Если здесь будет хорошо видно. Вот, особенно там, где задняя печка. Вот здесь просто вот это все. Вот это выглядит вот так. Человек сам в шоке от того, какой автомобиль он приобрел. Но я думаю, что ему грядет в ближайшее время глобальная химчистка салона. Потому что всем этим ему приходится дышать. Вот так иногда, покупая машины на вторичном рынке, можно такую неприятную неожиданность обнаружить. Поэтому тщательнее проверяйте автомобили перед тем, как их купить. Тем более где-то с рук. Ну, на этом, наверное, мы наш обзор заканчиваем. Основные моменты мы вам показали, как мы работаем. Хотелось бы вам пожелать, в первую очередь, не ломаться. А если уж и случилось, так какие-то неприятности с автомобилями, звоните, приезжайте. Всегда будем рады вам помочь, подчинить ваш автомобиль. И вернуть его снова в строй. Все, всем счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!